По нажатию кнопки производится запуск региональной системы оповещения, в которой более 500 устройств. Одним кликом инженер единой дежурно-диспетчерской службы включает все сирены и громкоговорители в регионе. Звуковой сигнал длится всего три минуты, а готовили специалисты ЕДД с комплексной проверки системы оповещения целый месяц. Испытывали все оборудование, заранее проводили встречи с жителями, предпринимателями и руководителями министерств, чтобы каждый знал принцип работы системы и свой личный план действий. Звук сирены – это внимание всем. Внимание всем – это необходимо включить телевизор или какой-нибудь радиоприемник, и где должно быть извещение, в связи с чем сработали сирены. Не зря, вот, к примеру, проверка начинается региональной системой оповещения в 10.40, а телевизоры сработают в 10.43. В случае реальной опасности ЕДДС передает по теле- и радиоканалам конкретные инструкции к действиям. А во время проверки дикторы начинают объявлять о ней за 10 минут до старта сигнала сирен. Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровского края. В это время только в Хабаровскую единую дежурно-спасательную службу поступает до сотни звонков от обеспокоенных жителей. Здравствуйте! Это плановое оповещение сирены. Не переживайте. Проводится данная проверка два раза в год, согласно законодательству и требованиям ЧАЭС России. А технические проверки без запуска проводятся ежедневно. Все СМИ работают как бы на одном оборудовании. РТРС. Вот РТРС имеет такую возможность, техническую возможность, все перекрыть и запустить каналы. Чтобы не с каждым нам работать каналом, проговорить о этом, а централизованно. Сейчас экстренное прерывание сигнала ведется из РТРС. А вскоре Хабаровский край станет одним из трех регионов России, где внедрят перехват из единой дежурно-диспетчерской службы. Это позволит еще быстрее оповещать людей в случае надвигающейся опасности. Александра Пескун, Константин Гнётов. Смотри Хабаровск.